Зовите и послал на перекрытиях и все стали отговариваться. Три причины. Первый говорит, что? Не помню, там жена молодая. С чего начали? Владимир говорит, что я не могу пойти, потому что... Сейчас вспомню. Вспомню, что жена молодая, второе некогда ему, и третье в этих руках надо проверить. Купил 5-5 волов. Их надо идти испытать. Ну и машина, и волов испытывают за покупки. Он врет. Никто этого не делает. А чего тебя смотреть, если приобрел? А не завтра, после завтра. Царь зовет на пир. А еще что было? Молодая жена? Молодая? Ну это третья, третья. Что еще там было? Какая отговарка? Что-то он умение помогло. Ну, реже идет землищем. Надо посмотреть. Видно, что в этом везде сквозит обман. А если не обман, то не уважение. Царь зовет. И он? Ну, не идут, не идут. Свобода нет. Он разгревался. А кто по имени этого хозяина подразумевается? Ну, так естественно, Господь Бог. Ну, Господи, ты дал свободу. Ну и пошел, не пошел. Что там переживать-то? Тут можно многое сказать. Так точно так же и в рай. Много званых, да мало избран. Ты вот из каждой прищи что-то за себя берешь? Тебя он когда позвал? Меня? Ну, получается, или двадцать назад. Тебя позвал? Ты отговаривался? Ну, были моменты, когда я отклонялся. Вот в этом-то все делали, были моменты. А у Бога-то моменты, как все. Один же жена обвинулась. И по сегодняшнему жвенство полу стоит. Мне надо думать, что это мгновение. Значит, только милость Божия может спасть. Она может и покаялась. Соляная? Не знаю. Какие у нее слезы были, не знаю. Но она поставлена в пример. Ветры идут там, ну, все остальное. Это у нас просто статуя стоит. И она говорит, вспоминайте жену, в этом. Хрисус нам напоминает. Не оглядывайтесь назад. Ну, а как ты думаешь, когда тебе что-то говорят? Я не знаю, как ты на работе. Но, думаю, опыт у тебя, оговорки, уже закрепленные в тебе. На своем настоять. Поумничать. Начать что-то играть. Но Слово-то Божие не учить нас этому. И на работе у тебя, чтобы были отношения, прекрасно, трудно поверить. И тот, который над тобой начальник, он не может быть доволен то, когда ты перечишь, по-своему поступаешь. То есть, он сказал, ты обсуждаешь. Это никак не годится. Я сразу люблю, я прорак. Прорак – это несколько объектов, много людей. Каждому дать работу. Если он не так оговорился, у меня выхода никакого не только снять его и убрать. В войну, если ему сказали там быть, неподчинение расстрелу. Игра кончилась. Мне каждый раз казалось, а вы никогда не противоречили? Было, что я сказал слово лишнее, меня наказали в армии было. Дал рулетку прочистить. Старший сержант, а я-то рядовой был еще. Я посчастил, и он говорит, это не моя рулетка, а начальник. Я ему говорю, отдайте ее своему боссу. Она посещена. Он слово босс не знал или что. Он посчитал, я скрупость какую-то сказал. А я как раз изучал английский язык, и у меня легко это выскочило. Но он меня наказал. Наказал без очереди на кухне, там картошку чистить, что-то такое вот. Но уже впредь, на самом малом, меня поймать не могли. Никогда. И вижу одного, там подгорной фамилия его была, стуковица верхняя, не застегнутая. Ему сказали, застегни. А зачем? Ну, порядок такой, застегни. А я не застегнул. Я начальнику скажу. Я обязан сказать. Сказал ему, нарядные очереди. А что я сделал? За оголовки три наряда. Еще можно было остановить пуговицу эту. Он и дальше начал хамить. И, наконец, взял вактор. И он там не причиняется, бьет его. Попал под суд трибунала. А трибунал просто так не выводит. Дальше прикладами будет бить. Босиком на мороз выводить. Все там. Я не знаю. Он эту пуговицу сейчас бы сжевал. И все бы съел. А не то, что там почистить или застегнуть. Я видел это своими глазами. И думаю, и зачем? Зачем? Я застегнулся 60 лет назад. И все еще не расстегнулся. Вот. Застегнулся. Верхняя пуговица расстегнутая. Везде. Заметите. Элегантский или верхняя пуговица расстегнутая. Это масонские знаки. Я устал у них прочитал. Это не просто так. Он расстегнулся. А другие, другие обезьянки подражают. Его заставляют. Это неприлично выглядит. Прилично, когда человек застегнутый, подтянутый. Видно, что он горжий. Может дать задание ему. Я говорю тебе понятно? Я спросить могу? Да. Спросить. Ну говори, будь старак. Смысл в том, что когда вы работали, у вас инструмент, все необходимые компоненты. Все это было, когда вы работали? Кем работал? Ну вот прорабом, когда вы отправляли работу. Мне это зачем? Это люди работают. Им инструмент это тоже. Я дам започить. Сам-то я выйти не беру. Да, да, да. Моя задача закрыть наряды, дать работу, обеспечить материалом. Вот. А наши командиры, у них отсутствие сейчас и инструменты, и материал. И поэтому, если я в какой-то степени выгляжу дерзким, смысл в том, что мне приходится эти вопросы решать, а не им. И моему командиру гораздо легче. Все, я закончил. Интересно, я прочитал в спарте, какой был закон. Спартанцев готовим. Какая суровая дисциплина. И последний экзамен сдавать, его через забор перекидывает. Ничего нету. Добудь себе одежду, питание через год зашим экзаменом. Что он будет делать? Воровать, гонять там. Это никого не касается. Ты должен выжить и показать. Оказывается, вот американцы, сейчас не знаю, у советских так или нет. Точно так же. Живущий человек, а потом забрасывает в другую страну, он должен и паспорт достать, и на работе выстроиться, и показать. Пока никак, что он просто так. И тогда он только поступает на занятие. Сфиль, профессионал об этом. Мы даже все время мысленно менять обстановку. Завтра нам запретят что-то. Как мы себя поведем? Мы уже думаем об этом. Может быть перекроет горючее не продавать, заправлять на машину. Надо всегда требовать людей свое. Не знаю. Это мы не знаем, но только верным быть Господу. Может и жизни-то нашей столько осталось. Никогда, нигде на Бога не роптать. Знать Писание и знать, что всему надлежит быть. А какая борьба? Борьба с собой. Довериться Богу. Живем вот один раз, умираем один раз. Никого не бояться. Рассказывает. Как бы маленький рассказик. Может идет, смотрит на все еще. Чума идет. А то куда? В город. А зачем? Тысяча человек не разрешено взять. То есть, на эти люди. Он как-то побыл, домой идет. И узнал, у нас, кажется, 6 тысяч. И говорит, опять же майор. Он говорит, как же, договорился, одна тысяча. Я одну и взяла. Да как же эти? А эти пять от страха уложили. Сегодня такое состояние. Не надо не бояться еще. Надо жить радостно, интересно. Поэтому я здесь. Вот так. Мне радостно и интересно делать. Чтобы я была благополучной, никогда не поразила вещи. Сказали, уже обдуманно. Вот сколько вариантов, я спросил. Там делали или здесь делаешь. Теперь-то понятно. Так естественно. Мы нашли, сидим здесь. А там куда? На земле. Там и приспособления еще нету. Так и на телеге привезли еще. Шкурка падает в траву, ее надо собирать, убирать не вытащишь. А здесь у нас собрали. Красно. Да. Это вот организация труда. Организатор. У меня с детства такое. Я в семье как руководитель всегда был. Это самое главное качество. На занятия, гимнастику. Я их всех поднимал. Сейчас нынешние командиры как раз слабые в этом отношении. У них то руководителя были. Ни фректорами одного дня, ни младшим сержантом. Должен старшины сразу залить. А звание там старший сержант. Интересно, красиво и азартно. А красиво это как? Азартно понятно, а красиво это как? Красиво это так. Когда ты делаешь все как должно красиво, добрые отношения со всеми тебя продвигают по службе. У тебя все есть. Хорошее отношение с начальником. У тебя как раз. Вот так. Это значит у тебя все есть красиво. Слава Богу. Да. Тем более, если мы верующие такие дела, то и делаем. Мы же делать дело. Ей не искупаться. А там уже была. Для комента было или не было. А сейчас почти два метра. Я так и не искупался. Так и не искупался. Мы с Юрой планируем. Еще не искупаемся. У нас заходит на покупать все ребята. Вот так. Я сейчас загляну. Еще. Если закончилось, то я подойду. Ой, да командира сейчас. У меня нет. Они сейчас спутывают. Я тут. Я тут. Я тут. Слава Богу. Слава Богу. Сейчас надо додумать. Вышнее. Вышнее. Выше образование. Дождем нельзя назвать. Идти на работу нельзя. Да как это? Вот так вот сидите. Вот зовет званые. Не были достойны. В каждой притче ты должен себя увидеть. Я вспоминаю, сколько ошибок было сделано до встречи со Христом. Ошибки такие, которые никогда за ошибки не посчитали даже. И в ущебе. И во всем. По-другому могло быть. Проверка от Данила. Чего? Насчет дождя пошел убедиться. А, ну да. Он говорит. Говорит. Судилов нас успевает. Чего, Юра? Я все успеваю. Другой человек. Сейчас надо удержаться на балансе. Я приеду домой. А я не могу возвращаться на свое. Поспать. Единственное, что у меня 8 часов меня подламывали. По нашему уже 12 часов. Как ты еще не перестроил? Все перестройка же должна произойти. Я вот стою, мы с ним делаем. У меня глаза так раз, сами. Я тоже не выспался. Вот поэтому у него голову крутит тебя живот. Ну да, я связываю это с этим. В том числе и с этим. Мы садимся ужинаем, да, всем. У меня уже 11 часов. Ты не думай об этом. Ты как не думай об этом? Зачем? Ты постоянно все настроил? Я стою здесь в 4.40, а у нас в 12 ночи 40 минут. Что ты думаешь? Так я и смотрю, у тебя глаза большие, под темных. Это же он. Я тоже, мы так нашли, мы сейчас 5 минут. Ну, ты оба и все. А я говорю, не, не, не пиши чай. Может тебя видеокамера смущает? Меня? Меня смущает видеокамера. Есть моменты, в которых вы действительно ставите этот враг так вот. А люди выносят. И вот сейчас я понимаю, что вот тогда я, по-моему, к Богу приходил, точно так же. Как вот? Вроде бы все, ну ладно, он смотрит сверху, да? А как внутрь-то? Ну тут мои-то мысли и обыкнуты, мои. Мне кажется, вот в этот момент наступает, когда сознание. И вот эти камеры, это как вездеточник, глаз смотрят, смотрят, везде смотрят. Папарацци вон к людям в санузлы заходят прямо во всяких этих. Да главное, что на тебя Господь смотрит, а ты ангелы. Вот об этом думай. Естественно, потому что каждый человек образ Божий. Памятование Божие. Согласен. Вездесущность. Да не спрячешься, он тебе в сердце прямо смотрит. Да, не то слово. Оно еще только даже не двинулось, а он уже знает, что будет там. Да, написано в книге жизни. Да, скажи мне, Господи, число дней моих, я исправлюсь с Тобой моя пред Тобою. А еще полчицы на мое полки угорица сердца моя, а еще расстанками брай на него зуповая. Иди напроси, как Господа том за чум. И же жити ми в Дому Господне, да седни живота моим, зрыти ми красоту Господне, ищати хам сытые годы. Вон смотри, перед очами Господа пути человека, и он измеряет все стези его. Живые в помощи Вышние в круге Бога небесного дворица. Чи от Господи заступит мой сей приближищем к Богу и уповая на его. Я готов избавить Тебе от сети долучи, от словесей мятежно, Клещ массовый носи, не к Тебе покрыли его надеешься. Оружие могут Тебе истинные, но не боишься от страха ночная, от стырвы летящего дня, от вещевых недоходящих. От стырящие места полудья, но и полет от страны твоя тысяча. Чем не миллион? Это означает множество? Тысяча — множество? Это как множество имеется ввиду, то есть неопределённо, что тысяча. Названо слово «тысяча», то бишь определённая цифра. Тысяча лет – как один день, не один день, не один день. Тысяча лет – как один день, один день как тысяча. Вот сейчас по существу, и здесь жралось время. Здесь время жралось. Ты заметил после этого, что один день как тысячу, и Адам в день, когда вкусишь, и он тысячу не дожил, а 930. Ни один человек не прожил больше тысячи. В этот же день. А день как тысяча лет. Кстати, Ева неизвестно, когда отошла. Это же про мать. У тебя нет источника? Про бабушку-то. Вот если бы удастся свидеться. Ну не знаю. Вот как Игнатий Тихонов говорит. А зачем тебе? Зачем? Мне надо. Как твои отношения это имеет к твоему спасению? Хороший вот такой вопрос. Потому что это прабабушка моя. Угу. Я представляю какую-то самую была бы встреча для меня в частности. Ты любишь эти рисунки? Я тут сторожа во храме встретил. Он говорит, а Адам-то жил вот недавно. Смотри, говорит, сегодня какой год? 2020-й, ну 21-й, да? Вот так отрезок берем, да? 2020-й. А до Адама 7500. Ну положено, да? 7500. И начинаем делить. Адам сколько жил? 970-й положим. Раз. Разделили на 970-й. 930-й. 7 отрезков. Ну, грубо говоря, да? 7 отрезков получилось. То есть, грубо говоря, от Адама до... Если бы Адама... Люди после Адама жили по 7 отрезков вот этих. Всего 7 поколений назад жил Адам. Хорошо. Объясни мне поколение. Подожди, я сейчас перепью сейчас. Еще один день год тысяча. То есть, сейчас прошло 7 тысяч. И идет 8-й. 8-й день. Начался уже. Уже идет. Уже половина дня прошла 8-й. Понимаешь, так как некоторые думают, что максимум еще 470 лет остались. Вы, мужик мудрый. 8-й день. Дайте мне тогда расклад в это самое. Поколение. Поколение. Уже поколение. Адама родила сифра в 230 лет. Вот тебе поколение. Так все-таки получается 230 – новое поколение. Адама – за год, в 100 лет. В два раза меньше. Вот. Три части. Так же меньше. Так же меньше. Поколение 25 лет. Для нас сейчас 25 лет. Для нас сейчас 25 лет. Поколение. Описано это не нами, а имя и так далее. Господи помилуй. Да, там наглухо затянут. Я уйду сейчас. Я хотел спросить. Ты женатый? Уже нет. А? Уже нет. Три года. Свободный. Был женатый, теперь в разводе, да? Свободный. Сейчас, как принято говорить, в активном поиске. Но я в поиске не нахожусь. Трое детей. Слово «было» как бы в кавычках. Живу в своем доме. Частный сектор. На окраине. Наслаждаюсь природой этой самой жизнью. Вот сейчас по знакомству с вами. Если назад сейчас проиграть, ты бы женился на ней? Нет. Я бы вот так вот, прямо вдоль. Ты вообще бы не женился или искал другую? Может быть искал другую, или нет. Точно уверен? Ну, на ней бы уже точно. Не настроен был один жить? Нет, не был настроен. Потому что пропаганда говорила, нужно ячейку общества, семью. Что? Ячейку общества надо делать. Ячейку, чтобы размножаться. Семья – это ячейка общества. Об этом никто не думает. Ну, как же? Я через эту пропаганду проходил. Как же не думал. Человек работает, потому что, говорит, тому побуждает щелево его. Не потому что ты работу ведешь. Я люблю. Мне нравится работа. В принципе, слава Богу. Материное воспитание дало свой результат. Она мне училась. Ну, как ты думаешь, если тебе такой опыт, как сейчас, ты ее увидишь. Разведенная взяла бы. Если бы раскаялась, возможно, да, но… То есть, неопределенного тебе все. Я могу сказать «нет». Стократно «нет». Ну, даже и так отрублю. Если она чья-то была, там уже доверия никакого нет. Никогда. Даже не прикоснулся двери. Вот, вот. А я еще характер у меня скверный. Видите, вот. Какое у тебя образование-то? Среднетехническое. А? ГПТУ. ГПТУ. Среднетехническое. Техникум. ГПТУ, техникум. ШВМ. Двоечных второгодних. Причины, какие разводы были. Теперь те причины у тебя от тебя не были какие-то. Или только она все виновата за тебя была. Что тебе в ней больше всего не нравилось? Своей нраве. А? Своей нраве. И лукавство. Войны и стандартные. А у тебя есть свои нравы? Ну, оно есть, потому что я мужчина. Потому что я должен быть, как вы говорите, лидер. А ты знаешь, правда, что ты должен быть? А откуда ты это знал? Ну, потому что это было тоже закладывалось мне. В среде общения это принималось и обучалось. Потому что если я буду спустя рукава, тогда не вариант. Ах, вот какое дело. В чем дело-то заключается? Ну, тогда раскройди мне. Ну, я тебя не буду спрашивать про такую важную книгу, как Яна Каменского. Ян Анна Каменский. Я не знаю. Он считается отец мировой педагоники. Я бы познакомился, надо записать. Если я сейчас возьму источник. Ярмарка суеты называется. Когда жена не слушается, а потом как умирает. И как он снова женится. И как это аллегорически выглядит. Хорошая жизнь. В советское время она свободно продавалась. Это важно. Издавалась. Прямо говорится о местах Писания и откуда. Меня одна написала. Я слышала, вы сказали, что женщина – это смерть. Ну, так сказать, видишь, какой вы горше смерть делающий. Я говорю, я никогда этого не говорил и не утверждал. А почему сказали? Я говорю, это апельсиаст сказал вам. Женщина – горше смерти. Она не смерть, а горше смерти. Среди мужчин, говорят, среди тысяч, я одного нашел. Нормально. А среди женщин – не одной. А у него опыта какой был? Триста жены, семьсот наложников. Ну, наоборот. Его нельзя было упрекать, что женский род не знал. Он знал. Женщина – слабое создание, утлое. Утлое сосуд. И она рано теряет все, что у нее было. В школе вышивается девчонки лучше мальчиков. Как правило. А потом она рано вышивается, по разным причинам. Я не говорю, что справедливо. Как Женщин говорит, там 65 лет полный, а сразу долго, наверное, давай и все. В этом что-то есть. Владимир Вольфович. Вольф, а знаешь, что такое? Нет, Волк. Вольф? Вольф, а значит Владимир, сын Волка. А Бирюк? Нет, ну это да. Бирюк. Бирюк – это углубый. Бирюк он называет Волкану Вольф. Это по-немецки он означает так. Вольф – это может быть. Я вот к чему говорю. Ты сейчас живешь, а у тебя женщины есть какие-то? Достаточно. А? Достаточно женщин есть. А дома у тебя? Дома ни в коем случае. Нет. Там все. А тебя не поблуждает долгода на стороне? Нет. Слава Богу, Бог милый. Я знаю, есть люди хорошие, были в близких отношениях, но они разведенные. И потом человек внезапно исчезает. Проходит время, я узнаю, он уже не вернулся. Я больше его не видел. Но я знаю, она ему ставит условия. Я с тобой буду жить? А какое условие? Нет, я как понимаю, она будет ставить. Если мужчина возвращается, он будет. Она будет ставить. Какое оно условие будешь поставить? Вот так своеволе, свободу. Какое своеволе? Я не могу сформулировать. Не знаю. Скажите. Не знаю. Аня на один вопрос ему ставит, чтобы со мной, Сладкин, Игнатьев, Тихонович, никакой переписки не было. Я думал, там сверх какой-то… Нет, это не с одним человеком такой. Я вот это знаю. А одно условие ставится? Ну, у меня, слава Богу, вы думаете, все нормально. А почему они такое условие ставят? Она со мной не переписывалась, не читала мои книги, ничего. Почему она на ошибку так берет сразу? Вы знаете ответ? Ну, ты сам подумай. Я тебе сказал явно, что ты не ответишь. Так ясно, я не отвечу. Дальше приходит один человек православия. Был у них как руководитель, он называет присылитель. Принял крещение, полное крещение с погружением. Жена обратилась в него. Так, ребенок обратился. И вдруг он прерывает со мной всякую связь. И меня заносит в черный список. А у нас сохранилась в интернете запись. Такая прекрасная переписка. Я все добавил, побуждал. И вдруг… Почему? Вот… Скрывается. Этот скрывается с женой. А эта жена с ним вместе была. И однако… Я надеюсь, что встретимся. Он везде пишет, кто или не уявляет. Через меня он обратился в город. И вдруг он меня в черный список заносит. Я ему не назвал виси вищеной. Почему? Ну, давай, скажите. Потому что и когда из сектантов люди приходят, они хотят быть священниками. Но стали православными, и он не хочет быть рядовой. А, лидерство, принципы… А ему ставят условия церковники одно, чтобы сладкими, вот знаете, у Тихоновича, никакой переписки не было. Так скоро, извиняюсь, может грубо скажу, Скоро следы будут целовать. И они, которые люди, которые зажиры, которые здесь друг друга не знают, не встречались с ним. Но результат один и тот же. И требования одни и те же. Почему? Так скажите… Ну, хорошо, он сейчас из меня пришел. Он там и в городе живет. Он руководит уже сколько, много лет у сектантов. И они его знают. Ну… И никаких претензий нет. Иеретик иеретик, и вдруг он крестит, заистинно принимает. И они его знают, он говорит, я пришел к Богу, что-то разговаривал с человеком таким. Священника может быть, только приоритет всякий связь со мной. Вопрос, почему? Ну, я тебе даю… Ну, я глуповат. Я и думать не хочешь. Ты сказал, сейчас я не знаю, но я подумаю. Посоветуюсь с братьями, может они еще знают. Требования-то одно. Ну, прекратить общение с вами. Ну, а чего оно… Почему? И тогда будет вход священства открыт. А церковь мать… И они точно знают, там он был. И он ни на шаг к православию не приближался. И только через наше общение стал православным. Я его родил благовествованием. И теперь, если такие были, которые требуют… А он, честный человек, он сразу всех охотмел. Да вы что говорить, я бы по сей день нелетиком был. А теперь я истину знаю. А этот – нет. Он сразу меня в черный список заносит. А не их. Может, я вставлю? Смысл в том, что, возможно… Ты это еще пока не говори для размышления. Ты видишь, нужно легкомысленного жещенка-то. Думай. Одинаковый ответ разных людей. Одинаковые требования разных людей. А требования – это одно и то же. То есть всем этим людям очень хочется, чтобы я умер. Полная безопасность. Если я умру, они будут каноны считать благодарственно, свадосвятие. Не без этого. Я думаю. А как Пушкин говорит, весь я не умру. Показывает на книге. Я не умру. Я остаюсь. Это мое сокровище. Да. Священник он говорит, епископ, патриарх. Он ушел. И Алексей уже никто не вспоминает. Один его был там какой-то. Пимен. Вообще никто не знает. И правители. Такой-то-то. Я спрашиваю, сколько. Кто такая Надежда Константиновна Крупская? Ни один не может ответить. Только одна девочка сказала. Какая-то коммерсантша. Так и жена. Ильича. Жена. Но, кажется, ее-то могли бы знать. Никто не знает их сейчас даже. А уже Розалин всем был там. Этих спрашивать даже не надо. Феминистские, но. Клара Цеткина. Все, кто вас смотрит. Две слои Марта. Да, да, да. Но они же, как вы говорите, были на букву «Б»? Бог открывает истину. Кому хочет и через кого хочет. Не могу сказать нельзя. Барши. Мне даже такое было, что человек говорит, я столько лет занимался, он не обратился. А вы один раз встретились, он и обратился. Так я один раз. Всего 20 минут. И он приедет уже крестительный, еще 50 дней. Один раз. Одна встреча на улице. И ему Бог все сразу открыл. А у меня здесь ровным счетом ничего нет. Я даже ошибся. Думал, это другой человек приехал такой-то. А он оказался такой, пятидесятник. Они упрямые, упорные. На языках говорят, то есть весной все. А сколько он в пятидесятниках пробовал? А ты их знаешь, что они такие? Ну, частично касался, но не знаю. Еще частично. Только бы сапоги их нюхал или как? Нет, смысл в том, что я знаю, что они поедут и пляшут, и до потолка подпрыгают. Вот это я слышал. У них все откровения. Сами они не виноваты ни в чем. И вот так по миллионам быть. Отдай мешок овса, избери себе пролюбодейку. Это Осия, если я не скажу. Как пророку было сказано. А какого пророка? Осия, я думаю. И вот нужно в этом вопросе разобраться. с этим вопросом. Ты для Господа идешь. Зачем тебе все это нужно? Заруби. Горе, питающимся сами, имеющим ощущения в тени. Горе. Требования будут разные, разные. Ты служи для Бога, это жизнь. Мировая история пошла на завершение. Последние повороты делай. Благодари Бога, что есть. Никогда не спорь. Я не спорю. Бери и сделай то, что вы слышали. Разрушение. Так я вас оставляю, ухожу. Игнать Тихонович, мы тут увидели какие-то люди крестятся. И Роман Малыш так крестился. Он крестится вот так. Раз. Потом сюда. И потом только вот так. Я не видел этого. Что-то в этом... А чтобы типа того, что звезды не было. Вот отсюда. Да какая звезда. Да какая звезда. Не знаю, они что-то в этом усматривают. Что именно ровный крест... Чтобы... Да. Право, лево, все. Ну да. А зачем-то они вот так ведут до сюда и потом сюда. Не знаю. Да они зачем. Не знаю, что выдумывают. Нет, ни в одной книге нигде нет. Нет, ни в одной книге нигде нет. При чем тут звезда? Не знаю. Яблоко развешивалишь та же самая звезда. По поводу, почему все считают, что там съел яблоко. А кто считает? Ну вот, принято в общем и... Ну, который видно не считают. Плод написано. Просто плод. Нет, плод. Дерево, позрание, добра и зла и все. Плод. Никаких яблок, груш. Нет. Говорить не още власти нет. Зачем буду говорить? Данил, ты про страх Божий хотел спросить. А! Здравствуйте. Вот смотрите, вы всегда говорите, страха Божьего в нем нет. Да? Это не я говорю. Это Библия говорит. Пристча Соломона 1.7. Начало мудрости-страх Господень. А вот... Какие ко мне вопросы? Да просто звучит так, как будто страх Божий, как будто у Бога есть страх. Страх. Бог угрожает геенной. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Неверующий не умеет в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот у нас написано. Господь говорит, ты оставил меня, я простру на тебя руку и погублю тебя. Точка, я устал миловать. Вопрос так Богу. Бог устал миловать. Прострет руку. Город дымятся. Земля переворачивается. Его смущает то, что там нет предлога перед. То есть страх перед Богом. А просто идет страх Божий. Как будто Господь боится. Он вот это усматривает здесь. Никак не смотрят. Страх Божий. То, что там не перед Богом, а именно что... Не перед Богом. Страх Божий. Да. Он от Бога этот страх. От Бога. У нас бы его не было. Итак. Ситам 25 главы. И поедете и в муху вечную, а праведники в жизнь вечную. Итак. Убойся Бога. Божье гнево. Это Божий гнев. И Бог определяет лучше человека в будущем. То, что с сегодняшним днем это заслуженное будет. Не по делам, а по благодати. Страх Божий. Один у нас у тех призывает. Встанем все на молитву. На молитву как я могу встать? Я листал тогда. Встанем все для молитвы. Он выше писал. В шрамы больше не ходит. А когда Писание считает. Пятая глава. Шестая глава. И когда стоишь на молитве. Библия говорит о том. Стоишь на молитве. То есть период молитвы. А не то, что на молитве. На это не означает только стоять. На означает быть в состоянии. Стоишь на молитве. Прощай. На молитве. Но так как он соблазняется. Я стал говорить для молитвы. Вот я за кафедрой стою. А у меня три иконы. Посреди них Христос. С этой стороны Никола Чудотворец. А там Божья Матерь. Записка поступила. Стоят иконы неправильно. Нужно наоборот поставить. Наоборот. То есть Божья Матерь справа. А Никола слева. Я переставил. Человек перестал ходить. Проходит неделя. Новый университет приходит. И говорит. Что у вас неправильно. Теперь надо вот так поставить. Я говорю. Я переставлю. Только вы ходить больше не будете. Так и есть. Я взял переставил тут. Ну. Когда молишься. Куда мел уложить. На гриппельной доске. То есть. И тут иконы у меня стоят. И он тоже не стал ходить. То есть не имеет это никакого значения. А человек ищет все прицепиться. И это не надо делать. Я просто называю такие вещи. На которые ты мне дай ответ. Ты вот прочитал толкование Божья Феофилаха и это издание. В частном порядке. И уже 900 лет. Кто когда издавал. Назови. Кто когда иллюстрированно издавал вот так. Чтобы вместе с откровением было. Феофилаха ни разу никто не издавал. Потому что Феофилах откровение не толковал. У меня полный новый завет. Самое лучшее толкование по всем святым отцам. И почему никто никогда не сделал комментарии. То что я сейчас сделал. 297 комментариев. Усиливая любовь к Богу, к Библии. Больше ничего нет. Почему? Я отвечаю так, что они лупаются от злости. Я говорю, потому что я еще не родился. А я родился, у меня другая миссия. Канон Андрея Кресткова считается. Тысяча сто лет. Тысяча сто лет. И почему никто не сказал, что он написал его для оглашенных. А не для тех, которые в церкви. Которые Бога знают. Я его возвожу на три части. Первая часть. Прошение, как есть. Помилуй, дай. Прости. И вторая ступень. Поднимай благодарение за все. Те же самые события, которые поминает он. И третье слово. Слово. Те же события, но слава Богу за все. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Припев такой. Я ее на три ступени возвожу. Почему тысяча сто лет никто этого не сделал? Потому что я еще не родился. И знаешь, как это трогает их? За кого вы себя считаете? За избранника Божия. Ой, как очень много. Господь сказал, много званых, мало избранных. И пишет послание, избранным святым называют. А дальше пишут. Что у вас такое обладаяние, которое вы языческих не слышали. По благодати, да. По делам, нет. Но на нас этого сказать не могут. И притом это... Ну, вот я скажу. В Российской Федерации уничтожено 51 тысяча селок. Почему никто не организует? Всего, чтобы получить статус. Божественные такие законы были. Люди приезжали, чтобы вот так вот... И открыть государственную школу. Учеников-то уже почти нет. Они выросли все. Это 30 лет назад. Почему? Никто нигде никогда не создал. Вот он здоровый, крепкий мужик. Хорошо ремонтирует бензопилы. Нет. Это не мой конек. Отрекаюсь. Отрекаюсь, говорит. Отрекаешься от станы. Он говорит, от ломаной бензопилы отрекаешься. Отрекался. Ну, вот я буду задавать самые простые вопросы. Почему никто в советское время не насчитал полностью полностью 12 томов Иоанна Ватауста? Почему мне это досталось? Почему никто не насчитал, а православный во всем мире и так легко служит «Жития святых» 12 книг? Почему никто не насчитал пять книг добротолюбия? Четыре книги Григория Ильиченко, а это почти по 800 страниц. Я спрашиваю, почему? Мальтофоны у всех были. Переписать книгу нельзя на одна. А я их распространил на сотни экземпляров. Так считать-то как? Трудно, да глаза старые, да не могут. А тут пришел, а запись хорошая. Вот микрофон у меня был, да не один, два висит. Специально был сделан ко мне колпак такой. Как студия «Полная тишина». Старые записи сохранились, и все они стоят в интернете. Почему «Архиполаг ГУЛАГ» никто не насчитал? Я первый в стране. Можно вопрос. Как вы делали так, что на записи не слышно, когда страницы перелистываете? А я заранее это делаю. Поэтому я считаю вот так вот страницу. Не так, как это вот так вот сверху. Вижу, что один висит. Я медленно его перелистываю. Это другое дело. Когда я насчитываю, то много мест в каждой проповой Златоуста не менее тридцати раз он открывает Библию. Я ни разу не открываю. И остановить нельзя, потому что запись идет одновременно на разные размеры. Я вижу вот так, чтение по диагонали. Вот так вот. Я вижу, и по церковно-славянски написано все места Библии. Я их сразу перевожу на русский язык. Это сегодня для людей в шок просто. Это вы знаете? Не знаю, но вот так было. Двенадцать томов. Каждый том, семьсот священ страниц. Можно знать. Святого Иоанна Златоуста. Там в середине реверс пустили. Том пятый. Толкование святого отца нашего Иоанна Златоустого на книгу Библии Псалтырь Давида. Конечно, не Левитан. Как его звать-то было? Левитана. Юрий. Да. Какой национальности был? Юрий, наверное. Юрий. А как его выдвинули? Не потелки. Битлеры были после Сталина главный враг. Да. Юрий Левитан. Он воодушевлял людей. Говорит Москва. Орел снова наш. Из двадцати... Там сколько? Сто сорок орудий. Двадцати четырех залпами. Салютует Москва победителям. Голос-то какой был. Я узнал, как это было. Он пришел, когда записывается на студию-то. Ну, его тоже записали. Ну, и понравилось как это. Проходит время. Он коснулся эту фуражку, что ли там оставил-то. Ну, и позвонил. А кто-то звонит. Он говорит, да я у вас был записывался. Да кривите сейчас же. Послушай, по телефону у него совсем другой голос-то. И он что-то начал насчитывать. Евреев гнали, преследовали. Их надо только благословлять. А Сталин готовил речь. Он ночной сыщ был. И вот там в час ночи или как передают. А он считает в это время. Сталин послушал. А это кто вас так считает? Я спрашиваю, кто? Это Юрий. Какой Юрий-то? Левитар, боязно сказать. Левитар сразу еврейский. Это мой доклад, чтобы он просчитал. Ему никто дорогу не прокладывал. Не надо думать, что евреи на еврея про так. Сталин не еврей. Почему? Он почувствовал. В голосе во всем. Они его прятали. Записи делали в разных подвалах, в разных городах. А тут какие отряды ходили немцы. Засылали своих людей. Любыми путями его знать, найти, уничтожить, взорвать. И так и не нашли. Его охраняли как? То в монастырском, где-то в подвале насчитывали, то еще. Как они Фридриха Пауэльса хранили? Точно так же. До Нюрбинского процесса они не знали, живой он или нет. И вдруг он является свидетелем. Что готовили Барбароссу наступление. И вот там с места Геринг, все кричали предатель, иуда. Я все это, насколько возможно, переживаю в себе. Я насчитывал, и хороший человек был. Название отдельно тогда сделали, где я говорил. Вот это такой реверс с цехом идет. Я спрашиваю, почему никто не насчитал злотоводство и житей святых? Никто. У меня 50 томов насчитано в авуе. Тогда не было. Почему? Потому что вы еще не родились. Потому что я еще не родился. А раз я родился, значит это забыл. Я за книгами эти ездил в другие города, в которые попадали неполные. Я сидел там, переписывал. Мне и добавили, а переписано теперь насчитывал. Каждый век с новой... Сейчас открой у меня сайт и посмотри, в каком веке сколько было святых. Какие жития, сколько страниц в книге. Не надо еще это колеснул, и там графа специально идет. Каталог-то составляет сколько времени ушло. И сопроводителю давал с каталогами. Размера-то два было. Только в память. 25, 375 и 525 метров. 525 метров, 12 часов звучали. Четыре дорожки. И усидчивость какая. Сидень. У меня составлена симфония на неканонические книги. Лучшая в мире. А как вы так можете говорить? А потому что все, какие были до этого, я исследовал симфонии. И нашел непрофессиональное. Искать почти невозможно. А у вас как? Я все время занимаюсь Библией, поэтому я знаю, как должно. А ее такое нету. Вернигородский образец взял, не я придумал. Каноническое, Вернигородское. Я привез на неканоническую. А до этого я симфонию на пять книг составил вручную. Это вообразительное. Это примерно вот как пишет А4, лист, которым печатают. 475, кажется листов. Я каждое слово должен посмотреть, где она идет. И какая буква за какой идет точно. Буква какая. И какая впереди в алфае, это пятая буква. Бывает слово из десяти букв. Я должен все данные буквы эти знать, какая на какой. И в таком порядке высчитывать. А потом, как на это слово, в какой книге встречается, сколько раз какая глава стих. А потом все это отпечатать на машинке. Но уже по книжному. Там где-то было почти 300, около 300 страниц. Все вместе, составление, все ушло в угол. Все угодно. Я еду в электричке. И у меня разложены листы. Здесь я сижу полностью занимаюсь. И через коридор там все заложено. Листики. Какой листик, слово следующее беру, нахожу туда, вписываю дальше. Люди-то, которые идут в вагоне-то, смотрят как на меня. Это день и ночь. С чем я был особенно недоволен в сон. И дошел у меня сон два с половиной часа. Они составлены были. Составлены. Но когда уже появились люди, у меня четыре программиста, которые обслуживают меня, помогают. И они мне тогда помогли. Еще раз запустили уже через компьютер. Чтобы ни одно слово не пропало. Шел. Пришел. Ушел. Приди. Уйди. Зайди. Я все эти слова, которые одного происхождения, движения, должен был со всех книг в любом падеже занести в одно слово. И теперь, который припоминает, он не знает, какое слово в главном. Написано. Найдешь мудрого человека и стирай пороги до моего. И стирай. Пороги. По слову и пороги. Все слово порог. На симфонии вон она лежит. Лежит. Стоит. Сейчас я гляну. Дай-ка. Подожди. Ну ради. Давай. Я вот про эту симфонию говорю. Лучшая симфония за всю историю мировую. Я не боюсь эти слова сказать. Симфония. Открываю. Первая страница. Смотри, как изготовлена. Симфония на неканонические книги Библии. Барнаул. 2004 год. По благословению Преосвященного Евтихи, епископа Ишинского из Сибирска. Он был домодедовский у патриархи Кирилла. Считай вслух. Симфония. Первый и наилучший друг и помощник всем, кто любит Библию и Господа Иисуса Христа и желает проповедовать. Симфония на неканонические книги Библии стала результатом совместного труда группы разработчиков под руководством Игнатия Тихоновича Лапкина. Данное издание выгодно отличается от предыдущих своей полнотой в 2,44 раза, вполне самой полной на канонические и удобством пользования. Вот такую цифру никто не даст во всем вере. До буковки подсчетаны, разделенные и во сколько лучшие. Самые лучшие. И дальше. Подготовлены с использованием компьютерных программ для выборки всех слов. То есть на сегодня является самой полной симфонией на неканонические книги. Данная симфония сделана по образцу Вернигородской. То есть слова даются не по падежам и формам, а все формы слова объединены в одну статью. Думаю, представь себе, что сделали, на что покусился. Теперь легко искать. Ну я знаю, что отошел. Ну пришел или ушел, я не знаю где. А тут я его сразу найдешь. Там берут, допустим, женщина, женщине, женщиной, женщины. У меня сведено все в одно слово. Вот. И какой размер шрифта, все оттуда взято. Из канонической книги. Библии. Это симфония. И дальше. Например, идти, ходить, шоу или ад, ада, адом и так далее. Это выгодно отличает нашу симфонию от других. И сильно облегчает поиск многих слов. В книгу также включены такие тексты Библии, как 13-14 главы Даниила, молитва Монассии и отсутствующие в Синодальной Библии стихи с 36 по 106 А из 3 книги Ездры в 7 главе. Это нигде нет. В русской Библии вообще этого нет. Оттуда брал. Даже они здесь и то включены. Неканоническими книгами постоянно пользовались святые отцы в своих поучениях, такие как Иван Златоуст. Чтение неканонических книг рекомендовано поместными соборами и святыми отцами. Ладикийский. 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 Правило какое? 59 правило и 60. Карфагенский собор. 33 правило. Апостольское правило. 85. Так. Афанасия. Афанасия. Афанасия о праздниках. Стихи Григория Богословия. Амфилохия. Понятно? Да. В любом месте. Играни я открываю. Считай какое слово. Домогаться. Домогаться. Следующая. Серах. Нет, нет. Черный. А. Домашний. Домогаться. Видишь, каждая буковка следующая. Какая палка? И надо усчитывать ее. Дальше какое? Домоправитель. А потом? Домоправление. Донести. Домочадец. Доныне. Допрашивать. Видишь, как? Вот палка. Но какая буква, какая? Дальше. Следующая. Вот посмотри. Возьми. Энциклопедические знания. Как вам завидовать? Естественно будут. Как вы хотели. Зависть-то она никуда не денется. Людей будет рвать в кочку. Корреспондент говорю. Корректор 1-2 работает. Значит 14 корректор. И не могли закончить. Пришлось самому заканчивать. То есть проверить, сверить. Игнарий Дихович, а как с завистниками? Никак? Как? С завистниками как? Ну ладно. Посмотри. Я сто экземпляров подарил только библейскому обществу. Бесплатно. Самая трудная книга для меня вот эта вот была. Самая трудная. И она самая лучшая во всем мире за всю историю. Ну и наверное до конца. Чтобы эти слова сказать не понимать что надо. Почему никто не составил так? Потому что вы не родились. А родился у меня задача стоит. То есть смотри тут слово достойно. Например. Товито 1410. Тот получил достойное возмездие за машинку сидел. Он достоин быть ее жеребием. То есть слова-то найти. Под каждым словом выписано откуда взято. И вот эта строчка. Я просто с этим не знаком был с этой книгой. Имеется ли было. Так я не держал никогда. Найди хоть одну ошибку. Жирному правой клуб. И все. То есть слово одно один раз встречается. Другое там много раз. Другое вон там опять один раз. А сейчас на чем-нибудь трудитесь? Нет? На два. Это я заметил. Да. С дружкой летит. Я с вами исследую. Говорю. Мы поехали должны другим. Естественно. Другим. Я там. Душа. У вас есть много хороших. Македоняне еще. Нет. Македонские грецы. Это хорошие. Когда мы шлисты. Молитые камни. Там тоже приятно. Я думал. Что я не в болото бросаю. Слава Богу. Слава Богу. Я всю жизнь. Она больше с людьми. Ну еще. Открой Бог. Бог. Открой. Теперь ее лучше можно и знать только больше. Слева с левым делал. Крупнее. На симфоняна всегда так и пишется. Сколько страниц там? Не канонические на 11 книг. И даже в Глюзсине. Все равно смотри. Включился. Включился да. Бог. Бог. Сколько встречается? Бог. Сколько встречается? Смотри. До одного выбрана. Ты посчитай сколько в один столбец идет. Присажь себе. В какой книге. Давай дальше. Одиннадцать книг это заложено здесь. Дальше. Честно. То есть. Вот. Напустим. Вам на канонические смыслы не было, да? Он уже пошел. Я их взял. И канонические книги тоже много. Я знаю лучшие. Это не указывалось сколько? О, в немецком городе. И я взял все что они делали. Вот такой порядок. Там их делали. Двадцать человек пять лет. Двадцать человек умножить на пять это один человек сто лет. Вот вот. Я беру одной книжечки на всю жизнь. Понимаешь сто лет. Вот вот. Это прожить как-то. Это они сами пишут об этом. Я верю в это. Это очень непростое. Но вы получается делали без компьютера? Вы делали без компьютера, а на компьютере перепроверка потом шла, да? Нет. Я делал на пять книг без компьютера. На пять. На пять книг это. Серахова, Привуда Соломона, Плаще Ереме и кажется. Вот эти вот делал я. Она где-то сохранились у меня. Хоть один экземпляр. Но мне надо было сделать теперь на все не канонические и подобрать там никого. У Даниила две главы есть. И они вошли сюда. Угу. А ты, Юра, не брал книги? Видно, это Тихонович еще 38. Это Господь надо умел делать. Где же денег надо взять? Я тебя сколько называю моментов, которые... Почему не пожалеешь? Почему никто не создал детский лагерь, подобно нашим лагерством во всем Советском Союзе и в мире? Нигде я в Америке был, я говорю, ваших воспитателей даже на территории лагеря не запустил бы. Какая бы была строгая дисциплина. Какой порядок. И как дети это любили. Это все заснято. У меня в лагере снято где-то 470 роликов. Вот можно проверить, что там стоят люди. Не то, что я позицию занимаю какую-то. Нет. Притом самое малое какое-то нарушение мы разбираем 3-4 в день. В лагере комплексно. Родители могут жить вместе с детьми. Бабушки, дедушки. И это у меня вот... И в это же время я писал книги. В это же время? Проповеди. Вот отдельно в книгах, то у меня проповеди. 1137, кажется, проповедей. Сохранившихся. А их может было 10 тысяч. Так получается ночное время? Ну там, книги-то другие. Смотри. Они там все описаны. Ну я читаю. По тематике вот возьми. Ну я сейчас вот скажу и вот у него все это увидим. Сейчас давай готовь. Открой наш сайт. На компьютере? Открой сайт. Сайт. Последний вид. Сайт. Скайп-сайт. И сейчас вы увидите, что здесь. Збей поближе, чтобы можно было... Увидимся оттуда. Вот они уже зашли. Сайт уже открытый. Давай сюда. Вот пошли на работу. Только выводи наследство сюда. Вот так, чтобы его шире раскрыть. Это вещество Силькевич секунду взял. Теперь смотри. Так подожди. Аудио видео. Кни сюда. Аудио выводил. Вот теперь смотри. Архипелаг ГУЛАГ. Мои голосы насчитаны. Творение святого. Житие святых 12 книг. Книг. Вот смотри. 12 книг. Каждая вот эта циферка 2 часа 5 минут. Там 209 часов, по-моему. Вот это каждая. Вот это дорожка. Дорожка, которая в файл превращенная. Какой век? Начинается каждый век снова. Смотри, 4 век и сравни дальше-то. И какой век восьмой? Совсем мало. Это все. Так мало того, еще настольная книга священнослужителя. Первый, кажется, второй тур. 174 новых канонизированных. Я тоже внес сюда и тоже в свой порядок. Там свой век занес. А дальше век, когда идет, потом идет по именам. По числам, по датам. Так, когда они идут. Так, теперь поднимай кверху. Тут понятно. 2 часа 5 минут. 15 святых. По векам насчитанное. Дальше понимай. Кверху, кверху. Все. Как все? Да что там еще будет? Внизу надписи нету. Ну-ка назад верни тогда. Назад. Назад. 16 святых. 12 книг. Нет? Давай снова книги. Жития святых? Да. Вот они. Вот они. Говоришь, еще нету. Вот они где. А, я не понял просто. А что понимать? Я сказал ниже так. Что? В каталог. Теперь смотри. В каталог. С сентября месяца начинается церковный год. Теперь посчитай. С сентября. И начинается кто по порядку? С 7 сентября. Дальше. Вообще уникальный. По порядку идет. Вот что? Каталог уникальный. Конечно, страница в житиях. Так не было никогда этого. Книги нет, а ты большое или маленькое оно. Вот 10. Теперь смотри. Это идет какой? Первый век. Первый век он идет. Какой месяц идет? Какое житие святых? Ты видишь, что здесь сделано? Что это разнесено? Имена святых. Минуты и секунды. Время начала сгущения данные жития. Дальше. Вот иди, тихо. Какой? Второй файл. Третий файл. Четвертый файл. И сколько на него, какие жития. Вот оно открывается. За сентябрь месяц. Дальше. Это вообще нигде нету. Там по векам подряд идет. Второй век. Такси. Второй век. Потому что в житиях ростовского. Второй век будет с новой дорожки. Там же подряд. Ну как вы? Вы отвлекаетесь. Я закрою. Почему вы можете слышать? Мы как раз про них. Второй век. Начинать с новой дорожки. А четыре дорожки. А у того-то века-то я начинал. Одну дорожку от 30 свободно. Я их заполняю святыми отцами. С творениями, которые там относятся. Вот оно где. Второй век. Смотри дальше. Второй век идет. Файлы. Файл каждый. Два часа пять минут. Дальше. А вот рядом мелькает. Посмотри какие цифры. Сколько. Одиннадцать. Пятнадцать. Страниц. Дальше видно. Третий. Третий век. Век. Чтобы знать век, то в Библии этого нет. В житиях святых. На каждый день разный век идет. Поэтому у меня пришлось в раскрытом виде сначала составить. И потом из каждого дня отовсюду какого века и сюда заносить. Тогда век. И получается у меня здесь история в ее развитии с первого века как идет. То есть все издано супер оригинально. Никто этому не учил. Каждый день. Когда ты откроешь житие святых там показано. В каждом дне бывает. Первый век. Пятый. Десятый. Пятнадцатый. Здесь первый век выбран из двенадцати томов. И те две книги которые священнослужители. Дальше из всех выбран отдельно второй век. Вот я сколько должен был по ним шариться. Потом третий век выбрать. Дальше считаю. Смотрите. Ну подойдите гляньте. Вот. И сколько страниц этой жития. Это. Этого не было никогда нигде. А распечатка или это звуковое? А? Звуковое. Вот оно звуковое. Там ткнешь и звуковое. Четвертый. Дальше. Впереди которые синие прошли там. Подожди. Какой век? Четвертый пошел. Все. Самый большой. Церковь стала свободная. И посчитай сколько. Четвертый он веке, да? Четвертый он веке, да? Четвертый. Давай. Считай, считай. Смотри внимательно. Это один век. И он рассыпанный. 365 дней. Жития и святых. И каждому я вытаскивал. Вытаскивал четвертый век. И потом по месяцам потом их расставлял. Вдруг ты видишь? Силы откуда? Да. Силы-то откуда? От Бога. От Бога. От Бога. Вот. Потому что это даже себя… И везде новое начинается. Век, вверх когда… Какой? Пятый век? Пятый. А перед этим вот оно. Продолжение. Что? День Святой Жизни. Так. Царство Небесное. Микрополиты. Иннокентия. И дальше еще тут. Исаак Иссириянина. Вот так. Силы-то. То есть, самое трудное – Исаак Сириянин. И Симеон Новобогослов. Самое трудное в чтении. Обычно я заряжаю на целую пленку. Может два часа без остановок рассчитывать. Это мой голос идет. Сколько времени идет на это? Я могу сейчас вам сказать. Сорок пленок. Сорок умножить на восемь. Сколько? Четыре за восемь – тридцать два. Триста двадцать. Двадцать минут теперь еще умножить. На сорок. Сорок через два в восемь. Восемьсот на шестьдесят. Разбери. И к тебе добавь. Дальше. Продолжай дальше. Передвиги до конца. Дойди теперь. Прокрути дальше. Шестой. По векам идет. Посчитай. Каждая страничка. А тут мне разграничить помогал Сергей Павлович. Седьмой век. Вот они идут. Восьмой. И как теперь пленок перевести в интернет, в эту версию, это вообще не выскажешь. Это особые приборы должны быть. Там-то на пленке было. А это-то сейчас в интернет. Цифровое. Я бы один-то еще сделал кого-нибудь, друзья. Тут по-любою Николай Валентинович сильно помог. Мастер у нас сварщик. Там и пробовать и проводить. Все. Да. И что там? Такое девятнадцатый век. Но у меня еще есть двадцатый век. Которые мученики расстреляны коммунистами. Отдельно тоже. У меня это в обвинении было, когда судили. Двадцатый век. А здесь он есть, да? Двадцатый век. Нету его. Нету. А где его? Он отдельно был. А отдельно, где двадцатый век, это можно найти. И помогал считать мне... О, это... Подожди. Это что? Вернулся к Златоусту? Ну, назад и вернулся. Да. Житья святых. Так, смотри. Ну, еще раз назад вернись. А теперь Златоуста откроет двенадцать томов. Смотри. Яна Златоуста насчитанная. Вот это каждая циферка два часа пять минут. Это в одном положении. Что там написано внизу? Двадцатого святого Ивана Златоуста начитанным Игнатием Тихоновичем разбитый по частям, по тамам и по проповедям Андреем Крячковским. Знаете ли вы, что Ваунивы есть? Полный труд Ивана Златоуста. А это теперь в бумажном варианте тоже. И дальше еще написано. Здесь можно скачать весь архив. Во свете Библии есть начитанные труды святого Ивана Златоуста. Полное собрание его творений в двенадцати томах. Это 1169 тем на 332 файлов дорожках. Каждый файл в аудио звучит два часа и пять минут. Общее звучание двенадцати томов Ивана Златоуста в нашем начитывании 631 час и 40 минут. 631 час. Если ты не знаешь, откуда ты будешь знать. А тут теперь открыл все. Это такое у нас сокровище здесь. И сюда его занес это Вячеслав. Оно отдельно шло. А теперь на сайте. Игнать Тихонович, а Златоуст вот с текстом на русском языке из Писания, это откуда взято у вас? Как это из книги? Вот сейчас Златоуст и я купил себе, да? Да. И там все на славянском. Ну, из Библии то что. Ну как, я считаю, я так вот по диагонали, я вижу какой стих по-славянски. В нем в голове сразу превращается в русский. Да, но на сайте у вас есть текст 12 томов Златоуста, уже на русском языке там места Писания. Это кто делал-то? Я делал. Это надо вот это издать? Все там, все там надо. Оно так и издано. Так кем? В бумажном варианте не так. Вот, я про бумажный говорю. Ну, а я-то считал-то у меня по-славянски, я на него смотрю, и вот так вот я захватываю какой текст, и сразу, как оно по-русски звучит. И считаю готовый по-русски. Ну, это-то вообще, это феномен какой-то. Я знаю. Я мучаюсь просто. В церкви стою, если считают они по Риме, два-три слова, если рядом я разберу их, раз слышу, я мог назвать глава из тех, что считают. И поэтому мне не надо никого спрашивать. Это Господь дал. Я не имею права отступить. Оно не мое. У меня нет образования ни гуманитарного, ни религиозного. Никакого. Только техническое. Дальше верни назад, сейчас еще. Библия. А ну-ка, открой. Посмотрите, Библия. Вот они, Библия. Подожди. Смотрите, как разбиты. Вся Библия насчитывала. Вот это вообще первый раз в жизни вижу. Не канонические книги отдельно. Это вот я прослушал эти книги. Это моим голосом насчитывали. И потом Библию насчитывал я. Первая была уничтожена в КГБ. Я вернулся, когда теперь уже на компьютер. Тогда сыны Божьи увидели защитие человеческие, что они красивы. И брали их себе в жены, какую кто избрал. Я тоже слушал. Слушался? Один говорит. Я слушал архипелаг ГУЛАГ. Теперь-то уже по семье. А другие насчитывали. Нет, говорит. Вот считал я, говорит, Лапкин. Это настоящий зэк считает. Один говорит. Он ударение взял неправильно. Его расстрелять мало. Удаление где-то. Удаление где-то. Я хочу посвятить, как было. Удаление это по-разному было. Удаление было. Я не прохожусь. Потом частично можешь отрывкать. Теперь снова говори назад. Вот помогали насчитывать кто, отец Василий Толстенко, священник НПФ Тайшет в Иркутской области, Геннадий Фас, Михаил Буреков, Иеромонавр Григорий, Геннадий Фас, Михаил Буреков, Геннадий, Геннадий, Геннадий Убили Кришнаитом 22-го, 03-го, 2000-го года, в городе Турак Красноярского края, в Рогине Русской Церкви, Архипелаг Буага Вот он 20-й год, это с этим мы считали, которого убили Понимаешь, во всем чудо, вот здесь написано, кто помогал Ну по одной дорожке или как-то, заставили пересчитать меня, не слушается, говорю И вот этого у Мили, которого яромонаха Я встал утром, и Надежде Василий говорю, интересный сон сегодня я видел, я так не рассказываю Ко мне должны два человека прийти, и над ним написает скала Один остается, другой уходит, я только говорю в дверь Я открываю, и два человека стоят А я до этого только ездил искал, кто бы помог мне насчитать Архипелаг Булаг Голос, я воображаю, как он должен считать Придут, посчитают, нет, не подходит, нет, не подходит А вот как раз и есть, он говорит, это лучшие дни моей жизни, когда я у вас был и насчитывал А вот как раз и есть, тот ушел, а этот остался Я его принял как по откровению Масонство насчитывали Масонство насчитывали Добролюбие, пять книг Жития святых Григорий Дещенко, четыре книги Разные духовные материалы Святых Отцов Разные духовные материалы Этиюлю 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 Потеряевский Лага это что? Потеряевский Лага Потеряевский Лага так назвал Отец Ян Ботом Документальный фильм, а он снимал А я ему рассказывал Он здесь тоже, ты же был, видел его? Понял Он игрался со мной Проповед Я доказываю со стопроцентной уверенностью, что Лага это последствийной опыт Ботом И он это все убил Когда с Геннадием, которого убил Кришнаис, шли, а он историк Закончил исторический факультет Одесского университета И шли, и дорога Я говорю, в мире управляют масоны Как? А он был комсомольский работник Республиканского масштаба На Украине Яковлик то Ну и пошли, я говорю, впереди течет Барнаулка Пивоварка Вот как она течет, речка Ее по-разному называют Я говорю, дойдем до нее Я тебе за это время докажу Когда дошли на мостик приходить Он стал говорить У меня еще это все вот так куда-то сместилось И что я учился, еще знал, никуда ушло Я поверил, что масоны все это делают Ну я тебе называю даты Людей Все как есть Кто такой был-то тот-то, тот-то, тот Я не просто говорю, а оперирую фактами, событиями Вот Черчилль был, Рузвельт Гитлер, члены масонской ложи Но масонские ложи Ложи разные И между ними вот такое дело было Почему никто не засчитал никогда А вот пришли все Что написано? Государственник и дернул Документальный фильм «Красноярский филиал» Сверловской киностудии Я поднял, чтобы прочитать полностью Да дальше Режиссер Кузнецов Фильм занял первое место На международном киноконкурсе В Югославии Предчувствие Мы его смотрели Да А вот «Златоус из Потеряевки» Тоже смотрели Занял первое место На киноконкурсе В документальных фильмах в России Вот я на него в интернете Наткнулся случайно Давно еще Случайности не бывает Помогали насчитать На дискрещениях Что насчитал? Творение Ивана Златоуса Второе, третье Павла И том девятый Значит одну пленку Василия Толстенко И дальше Денантий Паш Второй том Дедатый и десятый Павел И восьмой и четвертый Не полная пленка И что дальше? Михаил Балюков. Против сектантских материалов. И жития святые XX века. А это вот теперь что? Кто помог? Кто сказал? Все у меня отключено. Бывает, кто-то сделался недругом. Меня это не касается. Правда превыше всего. Вот он самый, кажется, сделался такой преследователь меня. Я ничего этого не вижу. Он это сделал. Я его поместил. Он может каяться, что я участвовал со мной в защитке. Может быть, я знаю, даже так и есть. Меня это тоже не касается. Я говорю, как было. А почему? Я очень уважаю своего слушателя и читателя. У вас должно быть полное представление обстановки. Даже для слова Божия нет ус. Все недостатки, какие там обо мне сказали люди, а никто их нигде не знал. А когда мне дали, как реабилитированную смотреть мое дело, 4 тома, я оттуда все выписал и поместил. Даже близкие друзья меня все упрекали. Зачем вы это поместили? Там меня поносят, ну прямо хулят где-то. Я все поместил. Так это надо. Правда есть правда. Ну правда, она правда. И там лежала бы правда. Я же не опровергаю ее. Зачем публиковать? Люди бы не знали никогда. Переписка с архиереем, как он меня там клеймит. Я поместил все. Человек должен сам увидеть и решить. Так он не, другим вас там совсем заклюют, заплюют. Я об этом никогда не думаю. Я знаю, перед Богом другое. Бог будет судить по правде. Интервью Ивана Суворова с вами. Да. Ну вот все. Я пошел. Отпускайте меня. Отвяжите меня. Отпускаем. С миром. Видите, какие наши сокровища. Да я отдохну к человеку. Вы найдите, у кого столько есть роликов, столько многообразных. Затем. Вот Осипа выступает там. Еще кто-то. Вот только дальше его нигде вы не увидите. Здесь если где-то говорится что-то про нас, мы все показываем. На работе был. Вчера, да, вот этот снимает, там стоит. Из-за них кто-то снимал. Ты снимал? Да, наверное. Я уже поместил, что отправиться в город. Сейчас Аказия первая. А когда? Ну, кто-то обычно-то едет туда. Когда нет, через две недели один раз. Батюшка. Владимир Александрович. Как лягушок? Добрый день. Нет. Не добрый? Я поливал. Дождик идет? Идет. Нормально обнашивать. Маленький дожижка, но дарям отдышка. У меня есть работа, не под дождем. Дождик. Ну, он разбирает. Интересно. Поп, говорит, нанял поп-священник цыгана. Помидор полезный. Ну и они поели там отдыхать. И заморощал вот так. Дождик пошел. Лежат в шалаше. Да, пока есть. Батюшка говорит. Нет с тобой. Батюшка говорит цыгану. Выйди, посмотри из шалаша. Нанял его. Батюшка, заморощала на здоровье. А теперь, когда полежали маленько, он говорит, надо посмотри, как солнышко пролупило на пропасть. Это нам-то не пролупило. Сядь прямо, он в капоте сидит. Это уже привычки. У тебя желудок должен быть расслабленный. Молодой человек, у тебя должна быть осанка орлина. Я вам рассказываю про дагестанцев, других, где я бывал. Да, конечно. Да у него тонус-то мышц должен быть. Я не знаю, что-то. Ему тяжелее держать себя. Нам, ребята, здесь хорошо вспоминать будем. Ну и сегодняшний день мы тоже маленько что-то делали. Нашелушили тут. Если будет хорошо, пересохнет. У Бога-то плохой погоды не бывает. Пошел я. Наши сокровища неоценимые. Я вернулся, чтобы у меня уничтожен был архипелаг. Была Библия, заново перенасчитал уже на компьютерах. Я с тобой, чтобы тебе показать не будет, кто прыгает и тебе будет попытаться постоянно. Ну ладно, я сейчас против, покажу. Сейчас завтра будут пиать вперед.